Как получить президентский грант? Этот вопрос в пятницу обсудили в Доме национальности на специальном семинаре для представителей некоммерческих организаций региона. Конкурс грантов на поддержку проектов НКО стартует совсем скоро. Рассказать об основных правилах участия приехал специалист из Москвы. Подобный семинар в области проводят впервые. Если говорить про прошлый год, то некоммерческие организации вашего региона получили порядка 25 миллионов рублей на поддержку 15 проектов победителей конкурса. Если сравнивать с 2016 годом, то проектов победителей было всего 9. Есть динамика роста. До этого года было 12 грантовых направлений. Теперь их 13. Фонд предоставляет средства на поддержку и выявление талантов в области культуры и искусства. На семинаре ивановцам рассказали о том, как правильно оформлять заявки и как работать с фондами. Обязательно стоит иметь в виду при написании заявки, что все-таки конкурс президентских грантов – это не конкурс некоммерческих организаций и не конкурс проектов. Это конкурс заявок, то есть того объема информации, который некоммерческая организация указала и внесла в свою заявку на сайте фонда президентских грантов. Поведали руководителям некоммерческих организаций об основных ошибках при направлении заявок, а также о критериях отбора. В целом, как поясняют специалисты, главная – грамотная подача проекта и четкое представление о том, как он будет реализован. По причине того, что получение президентского гранта – это, во-первых, великая честь той организации, которая подала заявку, а во-вторых, это то финансовое вливание в деятельность организации, без которого работать невозможно. Получить президентский грант достаточно сложно. Проверка независимая, экспертиза, поэтому нужно учитывать все моменты, все аспекты и финансовые, и обоснование социальной направленности проекта «Грамотное обоснование». Руководители НКО отметили, семинар прошел очень вовремя. Первый конкурс фонда президентских грантов 2018 года объявят со дня на день. Его итоги подведут в июне, а второй конкурс стартует в июле. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Это, наверное, больше.